всем привет мы рады вас видеть на канале крипто комманс и для вас в сегодняшнем выпуске news блок крипто мы подготовили для вас самые интересные и важные новости из крипто мира а еще в конце выпуска я вам расскажу об одном нашем обещании которое мы выполним сегодня и так в этом выпуске новые подробности взлома учетной записи сек на социальной платформе x энтони помплиану о coinbase в интервью на bloomberg tv опять украли в этот раз игровая платформа гейми похудела на 15 миллионов долларов и завершить наш выпуск джордж танк с обзором ситуации на крипто рынке оставайтесь нами и так новые подробности взлома это неприятная ситуация для сек а также для x илона маска комиссия по ценным бумагам и биржам сша опубликовала новую информацию о своем колоссальном провале в начале этого месяца подробности подтвердили подозрение что сек которая штрафует компании за непрежную кибербезопасность не смогла реализовать на практике то что проповедует сама своих комментариях в понедельник сек признала что на момент атаки у них была полностью отключена многофакторная аутентификация это делает положение генслера ужасным но давайте оставим немного вины и для илона маска mask и x не сделали ничего чтобы напомнить клиентам в том числе и сек о том что их учетные записи не защищены и не подтолкнули их на включение мультифакторной аутентификации через приложение анализируя данную ситуацию мы уже упоминали в предыдущих выпусках что ее нельзя назвать ничем иным как возвращение бумеранга и здесь дорогой зритель на наш взгляд всплывает один очень важный этический момент гэри генслер никогда не был откровенным накладывая огромные штрафы и инициируя дело в судах против компании занимающихся крипто об этом говорит как сама манера заявлений так и ярчайшие выступления в конгрессе сша когда будучи председателем регулирующего органа отвечающего за определение и создание прозрачной понятной среды для крипто человек с трясущимися руками не мог ответить ни на один простой и прямой вопрос и вдруг совершенно невероятным образом строжайший защитник порядков и кибербезопасности сносочка от других компаний не защищает учетную запись своей компании в социальной сети которая де-факто стала официальным рупором компаний где зачастую публикуются самые первые и самые горячие новости все это выглядит настолько абсурдным что лично я в это верю с трудом но какова бы ни была правда за этими заявлениями официальная позиция озвучена и дорогой зритель я даже не могу себе представить что теперь ждет гэри гэнслера но как бы против него не развернулась правовая система сша никакой жалости и сострадания он почему-то не вызывает продолжает наш выпуск интервью энтони помплиану на блумберг тв где он рассказывает о своем видении вокруг ситуации крипто бирж с учетом запуска идей а более конкретно вокруг coinbase которая постепенно превращается из обычной бирже в растущий многофункциональный и многогранный крипто проект давайте послушаем забегая вперед в рамках начавшейся эры bitcoin и деф несет ли риски и опасность вся эта ситуация таким бизнес-моделем как coinbase что ж на мой взгляд публичные рынки в значительной степени недооценены то чем они на самом деле являются ведь все знают что такое бизнес бишь такой бизнес кастодиальный но coinbase на самом деле постепенно трансформируется в зарабатывающую на веб-3 крипто компанию у них появилась новая блокчейн основа нацеленная на прибыль и поэтому то на чем на самом деле должны быть сосредоточены публичные инвесторы в отношении coinbase и других публичных компаний это в том чтобы составить упорядоченный список из каждой этих компаний определение какой процент прибыли идет из крипты и чем этот процент выше тем больше вероятно на публичном рынке эта компания недооценена coinbase пример к разговору о нативных крипто компаниях у нас есть и тф и другие акционерные компании связанные с крипто но также есть и по настоящему децентрализованы компании те которые живут в мире веб-3 слово которое мне часто использую этих программах в чем заключается ценность и как инвестор ты начинаешь больше склоняться в сторону биткоин мейнстрима и продуктами связанными с волл-стрит или же вас интересует веб-3 что ж я думаю что это все об одном и том же если присмотреться bitcoin запустил всю эту целую революцию а посмотрев на конкуренцию с денежной кредитной системой bitcoin победитель с большим отрывом но сейчас речь идет о большой конкуренции в технологиях если посмотреть на сектор то будет понятно что люди кладут деньги в разные корзины и это воспринимаю как еще один макроактив который ты можешь взять инвестировать поэтому мы с вами видим то что особенно молодые люди инвестируют свои деньги в данном секторе а сам сектор все вокруг значительно опережает и даже с недавним падением bitcoin сейчас похоже на плюс 75 процентов поэтому я считаю что инвесторы которые хотят оказаться впереди должны часть инвестировать в данный сектор а продолжающие с этим бороться остаются позади это не хочу вернуться к разговору о спот биткойн и тиф нас еще должна спросить тебя кое-чем о coinbase очевидно что прошлый год был великолепным плюс 400 процентов или что-то в это вроде но если посмотреть на результаты 24 года упали насколько 28 процентов сначала года это падение который ты откупаешь позиции coinbase мы продолжаем сохранять но хотел бы еще раз вам сказать что coinbase это регулируемая в америке бирже номер один поэтому если ты смотришь побычи на сектор ты смотришь побычи на coinbase но помимо этого они каст идеальный провайдер для многих из этих идеев поэтому как бы странным это не было они являются налогоплательщиком почти всего тренда и тиф поэтому я считаю что coinbase продолжит оставаться лидером что в целом для индустрии хорошо но также это хорошо для уолл-стрит острит не хочет просто обладать набором активов к которым они не могут получить доступ если активы где на публичных биржах поэтому бирже к coinbase в которой они могут инвестировать для них являются хорошим делом едем дальше exploit smart контрактов полигон привел к потере 15 миллионов долларов 23 января команда гейми разработчиков мобильной игровой платформы рассказала на x детали происшедшего предварительное расследование показало что контракты токенов джиме на полигон были скомпрометированы через несанкционированный доступ к гитлаб если кто не в курсе то гитлаб это пользующиеся популярностью у разработчиков платформа где они хранят синхронизируют и ведут изменения в исходных кодах своих программных продуктов в итоге этот взлом привел к краже 600 миллионов токенов джиме на сумму примерно 15,3 миллиона долларов на момент совершения эксплойта скомпрометированные токены были сразу же конвертированы в эфир и мать их и в последующие часы были обменены через различные децентрализованные биржи дэкс что резко повлияло на цену токенов джиме и дорогой зритель давай разбираться похоже что речь не про нашу стандартную песню о хранении на собственных кошельках злоумышленник получил доступ к смарт-контракту самих токенов если кто не в курсе то любое перемещение токенов на блокчейне определяется смарт-контрактом в рамках которого эти токены и были выпущены например хорошо всем известный тизер допустим на блокчейне трона перемещается печатается и даже блокируется вызовом исключительно определенного смарт-контракта так вот похоже что смарт-контракт в рамках которого выпускались токи на джиме вызывался злоумышленником на правах создателя которые он получил по-видимому заимев приватный ключ смарт-контракта через гитлаб но может быть и не все так плохо а злоумышленник лишь поменял часть кода которая попала в программный продукт в результате чего действия самих пользователей приводили к отправке и либо авторизации возможной отправки своих средств что отчасти может перекликаться с недавним узломом леджера аппаратного кошелька хак которого мы подробно разбирали в наших предыдущих новостных выпусках в любом случае дорогой зритель без рекомендации совета мы тебя не оставим а совет здесь простой не храни яйца в одной корзине и завершает наш сегодняшний выпуск джош танк с обзором происходящей ситуации на рынке где в самом начале пытается разобраться а сколько же биткоинов и те фондах было куплено и продано давайте посмотрим джош тебе слово вы только посмотрите на эту замечательную таблицу которую для нас подготовила сессии 15 капитал во время своего сегодняшнего стрима я с ней пытался разобраться но запутался окончательно а цифрами совладать не смог но ребята из криптоком он пришли ко мне на помощь и объяснили что на самом деле здесь главное и как ее читать а главное здесь следующее по колонкам из 10 января единственный фонд который только лишь раз продает свои биткоины это грей скейл и неудивительно посмотрите на колонку под названием фи то есть комиссия проценты которые они выставили это в среднем в четыре раза больше чем в любом другом фонде неудивительно что и клиенты оттуда бегут но не к чертям собачьим а в другие фонды о чем говорит общее количество в самой последней колонке справа посмотрите сами ни один фонд кроме грей скейл не уменьшил баланс биткоинов а только увеличил и продолжает увеличивать не верите а посмотрите сами black rock каждый божий день только и делает что покупает и даже во время падения он взял и что сделал конечно же купил fidelity то же самое битвайз один в один и кстати эта математика прекрасно объясняет ситуацию при которой биткоин еще не улетел ту зиму а все потому что за время одобрения и запуска и тиф суммарно эти фонды купили всего лишь 25 тысяч биткоинов хоть и цифра это не маленькая все же этого недостаточно чтобы рынок разогреть и отправить его на луну а с учетом того что ребята из крипто комманс вам и объясняли но про рынок который всегда идет против ожидания толпы которая невероятно ждала этого ту зиму на это собственно и произошло поэтому здесь нет ничего удивительного все совершенно нормально и в рамках приличия так что огромный респект ребятам из крипто комманс они разбираются спасибо за подсказку а мы с вами движемся дальше давайте переключимся и поговорим о майнерах это свежая обновленная и актуальная информация согласно которой майнеры продали еще 40 тысяч биткоинов в дополнение к тому что было распродано ими ранее так что определенно они распродают а я об этом ранее вам также говорил причина почему они распродают биткоины для того чтобы покупать еще больше майнинг оборудования вкладывать деньги в инфраструктуру и совместно таким образом ситуация которая вызвана распродажей грейскейла и майнеров ну и плюс ко всему возможно какой-то рыночной манипуляцией все это совместно и является той причиной из-за которой мы и наблюдаем слабость но несмотря на все вот это биткоин сохраняет сильные позиции и заряжен на фантастический 2024 джордж отличные слова ты настоящий крипто мастодонт способны вернуть вселить и раскачать уверенность в любом слушателе респект тебе и уважуха но а если серьезно дорогой зритель то джор все-таки прав во первых хоть и очень неприятно наблюдать такие спады и коррекции они для крипто мира совершенно естественное более того на истории биткоина они были гораздо более жесткие продолжительные и глубокие и именно как в те самые исторические моменты глядя на которые по прошествии времени так и хочется сказать самому себе ну что же ты не покупал сейчас глядя на график мы испытываем примерно то же самое страх неуверенность и сомнения sns так устроена человеческая психика но в любом случае как бы ты дорогой зритель не решил запомни главное все действия ты выполняешь нас твой страх риск а это не финансовый совет а еще как я и говорил в начале мы сегодня сдержим данные нами ранее обещание и сегодняшний свежий выпуск кевина свенсона ты увидишь на канале крипто комманс сегодня на этой позитивной ноте я прощаюсь с тобой и до встречи в следующем выпуске